А можно мне маленький кусочек? Лёшенька, покажи, как ты держишь колбаску. Держать, 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 держать колбаску, да. Держать. Умничка моя хорошая, молодец. Так сильно колбаски ещё хочешь, да. Ты моя девочка, колбаски, да. Сейчас ещё маленький кусочек дам и всё. Нельзя, да. Умничка моя золотая, держи. Молодец, всё, 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 хватит. Нельзя много колбаски. Покажи лапки. Вот ты мой сладкий, да. О, мадам Грицацуева идёт. Привет. Ну что, будешь кусочек колбаски? Угостить тебя ещё, а? Она уже получала своё. Жарко. Глаз-то, подожди. Нормальный глаз. Ты ж моя солнышка. Такая девочка. Гильзушенька, девочка моя. Сейчас дам. Так, нельзя, нельзя. Такие не при делах, как будто бы. Ладно. Так, гильзушенька, на, держи. Вот так вот. Всё, это по последней. Всё, хватит. Нельзя столько колбасы. Всё, 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 всё. А маленькая, кстати, спит. И вообще ничего не хочет. Поэтому, ну, ей не надо колбаски. Таким породам вообще вредно колбаску. Прекращайте смотреть на меня своим взглядом. Всё. Я не прошибаемо. Всё. Лавочка закрыта. Всем салютики, мои дорогие. У меня сегодня на завтрак. Рыбка в кляре. Сама всё готовила. Отвалите, ради бога. Со своими кулинариями. Достали. Один раз котлету показала, покупну и всё. Пипец, блин. Бугур. Соус. Чесночный. Мой любимый. Я его обожаю. Там огурчик, чеснок, сметана, соль. Ну, соответственно, можно добавить и укроп, если хочется, и перчика. Но вот то, что добавляю я, вот это мои ингредиенты. И очень вкуснёчий соус. Его можно ложечками есть. Ну, хлеб какой-то полезный. Ну, не знаю. Я что-то давно уже не делала своего из клетчатки. Надо заняться уже. Хватит. Так, ну что. Я всем желаю приятного аппетита. И сегодня хочется как бы так-то обратить внимание на женщину, которая ну совсем плохо стала, видимо. Поэтому сейчас мы съедим пару вилочек. и я расскажу, в чём суть. Ммм. Ещё остатки морской капусты надо тоже доесть. Короче говоря, я вот такая увижу комментарий. Бывает, сразу не сохраню. А потом этот комментарий в уведомлениях куда-то уже всё исчезает. А под каким роликом там или видео он был, я уже не знаю. Поэтому вот помню так, да. Главное помнить. А память у меня хорошая. Короче, написала женщина, что мой муж меня держит в рабах. Ну то есть как бы у нас тут типа того, как бы такое охрененное хозяйство, плантации. То есть ну вообще там мама не горюй. Я ему нужна чисто как рабочая сила. А он приспокойненько прыгает по любовницам или по любовнице. Ну в общем, короче, у него есть, короче, кто-то. Прекрасно. Значит, теперь я стала рабыней из ауры. Это рабыня и этот дом мои. Это рабыня, сеньора Леонсия, больше вам не принадлежит. Сними мне сапоги. Ну это все к тому, да, велось, что я старая баба, муж на 8 лет меня моложе. Нахрена я ему уперлась. И он по молодой там шляется где-то. Прекрасно. Женщина, если бы вы знали, как меня сложно найти, легко потерять, и хрен вымолишь прощение. Вы вообще говорите или пишите о каком-то мальчике 20-летнем. Хотя мужику уже 5-й десяток, я уже говорила. Вы так его возвышаете, как будто реально я 52-летняя тетка, женила на себе 20-летнего мальчика. Это какой-то кошмар. У нас плантаций нет. Все, все то, что у нас, это личное мое желание. Мне наоборот муж говорит, нафига тебе этот огород сдался. Господи, пошла на огород 2 притопа, 3 прихлопа, все. У нас там ни хрена, ничего нет. Хотите, покажу? Сейчас вам рабыня из Авропы покажет плантации, на которых ничего нет. Господи, мы ничего на самом деле вообще практически не сажаем. Кабачки до тыквы. Вот тут еще зелень. Тут место свободное тут я посадила еще семечком. Как он называется? Кабачка. Так вот, кабачки. Как отработают? Вот они, вот они, мои золотые. Немножко подрастут. Я их маленькими оторву и кабачку будет завалить с одного куста. Главное их сорвать, когда они еще не большие. Это подсолныши, 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 подсолныши у меня посажены. Это, как я сказала, тыква, 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 тыква. Я же сказала, мы городские, мы ничего не умеем. Вот опять подсолныши, подсолныши. Просто в рабах вам только тему дай, а вы ее разовьете уже сами. У меня все растет само. Тут неудачные, просто семена попались, видите, сколько лысины. Там уже засажены другие. вон они еще мелкие. Кущенко, ты огурчик хочешь? Да, скажи, еще рано нам для огурчиков. Вот прям пипец как тут работает. Вот единственный перчик, такой тухленький, махонький. Семена не взошли ни хрена. Вот так вот. И с помидорами в этом году тоже не особо хорошо. потому что семена тоже оказались, скажем так, либо старые, либо не знаю. Ну, в общем, короче, вот все эти кустики. Тоже, как видите, и все растет само. Все. Ну, вот, как там говорить правильно? Про полот единственное, полить. Ну, пока дожди еще поливали, это вообще великолепно. Нифига делать не надо. Так что, бусинка, иди сюда. Больших не могу на эту сторону выпустить, потому что они сразу мне все истопчут. Это хоть маленькая бегает аккуратненько. Да, бусинка? Скажи, я жду огурчиков. Ну, долго ждать придется. Так что, вот так вот. А вот ябленько. Вот. Яблочки, они даже вот такие зеленые, такие зелененькие, они все равно очень вкусные. Они сладкие. Вот это мадам нас любит. Ну, любила, во всяком случае, яблочко. Муришь? Ну, дела нет. Славик бежит. Славка. Славик, привет. Ну все, бусинка разлюбила яблоки. Слава, ты че? Ты шокий, что ли? Что там случилось? Славик. Яблоко, яблоко, сейчас пасху. Мы ничего не умеем, мы городские люди, я уже объясняла. Господи, у меня огурцы-то вон пляшут на огороде. Один там, другой там, третий там, но все равно они дают, естественно, урожай-то неплохой. Но я говорю, что у нас зимой, даже зимой, если взять, мало едят вот этих солений, а я делаю только квашеные. Поэтому, кто утверждает, что я тут в Рабахе, кстати говоря, про птицы, птицы-то тоже моя идея. Это все, я мое развлекала, вот скажем так. Моей идеей, я хотела бройлеров, хватит, говорю, жрать магазинные. Ну, а что по птичкам? Ну, что бройлеры, это все, остаточки, 59 штучек. Да, конечно, им тут тесновато, ничего не скажешь, но скоро они потихонечку уже будут не будем подавать. Подробности, я думаю, оставим этот момент. Вот. А так, конечно, если совсем будет, да, невозможно. Сейчас такая погода еще более-менее, и то им жарковатая. Вот только вчера меняла опилки, подсыпала опять, у них грязно, опять сейчас будем подсыпать опилки. Да, Гильзуша, да, я правильно говорю, да, моя девочка, да, моя солнышка, да. Так, Плюша, ты куда? Ну-ка, быстро заходи обратно. Быстро, место, зашли обратно, обе, Гильза, Плюша, Плюша, бусинка еще тоже. Быстро зашли обратно. Все, послушание, вот так вот надо, только послушание. так вот, а то есть, что они все время заходят в это помещение, где курочки, не надо нам сюда никого, правильно? Вот, так что вот так вот. Ну, а это не сушечки, тут и молодые, и пожилые, вот они гуляют, у них еще сзади свои территории, сегодня мы на эту выпустили их. Вот, цыпа, 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 там внутри еще их там сидит дофига. Цыпа, 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 цыпа. не хотела бы кур, не держали бы, потому что это моя идея с курами, только моя. У вас тоже так бывает, и не надо говорить, что у меня все че-чуат. Пытаются написать, чтобы задеть. Во-первых, я давно действительно не молодая девочка, не 20-летняя, которая будет бегать за мужиками. Во-вторых, ну, если вам не повезло в жизни, ну, боже мой, ну, я вам сочувствую, конечно, но я понимаю, что вы хотите, чтобы я страдала так же, как вы, но, к сожалению, этот номер у вас не пройдет. на. Тем более, я уже говорил, мы живем с ним ни один, ни два года, поэтому если, например, на даче есть земля, наверное, многие со мной согласятся. Ну, как-то глупо, чтобы она простаивала, ну, что-то-то надо посадить, я ничего особенного не сажаю. Тыкву, ну, вы же видели, поэтому тыкву, кабачки, тыкву, причем, которую мы не едим, зачем-то я ее все время сажаю, мне нравится ее высаживать, а есть нет. Ну, не знаю, почему. У нас, кроме каши, вот иногда каши поесть, и вот сок, ну, как сок, напиток, так скажем, я провариваю его, очень вкусный получается. С тыквы, да, да, и с тыквы, да, вот эти два продукта, которые выходят, мне нравятся, а что-то там, тушение, еще чего-то, еще чего-то, в общем, короче, мне не нравится ничего, и у меня так же никто ее не ест. Вот каждый думает в меру своих возможностей, я уже говорила, ну, вот такая у вас судьба, видимо, ну, вот, никчемненькая получилась, но кто же в этом виноват? Человек сам строит свою жизнь. У меня муж, наоборот, всегда летит домой, летит, именно что летит, потому что, если я, например, бы ему выносила мозг, что, кстати, я люблю делать, неплохо, но у нас даже какая-то ссора, а вы думаете, люди без ссор живут, все ссорятся, у нас даже какая-то ссора превращается в ржачку, а еще из меня делают прям какого-то монстра, как со мной действительно живет мой любимый муж, я не знаю, как со мной общаются люди, я тоже не знаю. В общем, короче говоря, глаза у меня не свои, где-то разглядели лысину, ну, в общем, короче, где-то, не знаю, где, господи, у меня волосы такие, что не пройти там никак. Тропинку не протопчешь, а там где-то лысина, короче, ладно. губы у меня как нитки. А, я усатая, вот, это вот главный аргумент, я усатая. Ну, вот еще тут написали, прическа из прошлого. И вот кто же я такое? Я машина нового поколения. Рассыпалась моя рыба. Ну, ничего страшного. Во-первых, она с вчерашнего ужина. Ну что, мои дорогие, спасибо огромное, что смотрели меня. Может быть, кто-то ел со мной. Я всем желаю позитива и хорошего настроения. Кто собирается сейчас есть, приятного аппетита. Пока-пока.